здравствуйте мы сегодня проводим последнюю лекцию по курсу теории поля сразу скажу по следующий раз у нас будет контрольная она будет дистанционного время лекции ну то есть тот же самый формат что был на прошлый на контрольный так тема нашей сегодняшней лекции это теория рассеяния мы кратко начинали прошлый раз обсуждать постановку задачи давайте все так еще раз то проговорим значит у нас есть некая система зарядов вот характерного масштаба а где есть плотности зарядов какие-то и у нас на эту систему падает плоская электромагнитная волна падает она по направлению пускай 0 вектора n0 значит поляризация у нее как-то направлено плоскости перпендикулярная ноль позначим ее е0 значит опять же давайте мы для простоты будем считать что начало системы координат у нас находится в центре этой самой системы то есть где-то там тогда электромагнитная волна у нас может быть записано вот так что это некая е0 вектор поляризации амплитуда волны на е и кр минус и омега т но у нас собственно не интересует как волна распространяется в пространстве нас нам важно только ее амплитуда в точке расположения системы зарядов значит что происходит когда у нас электромагнитная волна падает на систему зарядов у нас возникает сила лоренса ну то есть на заряда у нас действует что-то такое dp по dt равняется е на е ну плюс е на c вектор на наш и так на каждый из зарядов в системе в полской электромагнитной волне есть электрическое поле есть магнитное понятное дело соответственно возникают какие-то ускорения в системе ну и соответственно раз возникает ускорение возникает излучение и это излучение у нас переизлучается во все стороны у нас вот как-то вот так система переизлучает падающую электромагнитную волну мы можем под каждым направлением посчитать интенсивность излучения дает и вот и соответственно мы хотим охарактеризовать перерассеивающую силу системы то есть то насколько сильно она переизлучает падающую на нее волну для этого мы вводим следующую характеристику а именно дифференциальное сечение россии которая определяется когда и на модуль вектора падающей волны с 0 это c на 8 пи и вектор на на h падающей волны это падаешь значит зачем нам нужно деление на модуль вектора пойтинг падающей волны это нам нужно сделать для того чтобы произвести нормировку у нас есть амплитуда падающей плоской волны и 0 и колебания системы зависят от этой амплитуды чем больше амплитуда ну тем сильнее колебания это разумно и соответственно в линейном режиме пока у нас там нет каких-то эффектов нас насыщение еще чего-то но чего мы в нашем курсе не касаемся у нас как бы амплитуда колебаний пропорционально и 0 а интенсивность пропорционально и 0 квадрат и вот чтобы от этой и 0 квадрат избавиться мы соответственно интенсивность излучения делим на вектор пойтинга падающей волны который тоже пропорционален и 0 квадрат е у нас перпендикулярно h и они равны по модулю в плоской электромагнитной волны и таким образом мы получаем характеристику которая характеризует именно переизлучающую силу системы не зависит от амплитуды того что на нее падает значит размерность вот этой величины это площадь то есть у нас еще раз дс дитр на с 0 инференциальное сечение рассеяния ну то есть это характеристика зависящие от углов чтобы получить полное сечение рассеяния нужно с интегрировать дифференциальное сечение по телесному углу а полное сечение вот соответственно вот так вот у нас определяются дифференциальное полное сечение рассеяния и давайте мы рассмотрим некий частный случай вот этой системы которую падает плоская электромагнитная волна будем считать что в этой системе всего один заряд в принципе это нам никак не мешает если у нас будет n зарядов мы просто перемножим сечение рассеяния на n ну с той оговоркой что заряда у нас не взаимодействует друг с другом если они друг с другом взаимодействует понятное дело что там все как становится принципиально сложнее значит нам нужно чтобы заряд у нас был локализован в некоторой области давайте предположим что он находится в некотором потенциале то есть у нас одиночный заряд и он у нас связан потенциалом у а т давайте мы этот потенциал разложим ряд тела что это будет 0 то есть не зависящие от координаты штука а на r плюс b на r квадрат плюс и тогда считаем что потенциал зависит только от модуля r то есть у нас где то есть начало системы координат скажем вот здесь вот у нас . относительно которой мы производим разложение и соответственно у нас потенциал зависит только от модуля r не зависит от направления вот такое упрощение сделаем так и мы хотим как определить вот эту точку относительно которой мы раскладываем потенциал мы хотим чтобы r равное 0 это был минимум потенциала минимум потенциала это соответствует тому что у нас в отсутствие внешней силы у нас частица локализуется именно в точке равную нулю то есть это положение равновесия соответственно чтобы у нас был минимум потенциала нам что нужно чтобы д у пдр было равно 0 и минимум ну отсюда очевидно что д у пдр это у нас а плюс 2b на r плюс и тогда очевидно что для того чтобы у нас при р равное 0 при равное 0 это равно а соответственно а должно равняться нулю чтобы это был минимум потенциал то есть у нас линейного слагаемого нет в нашем разложении но если мы раскладываемся относительно минимум потенциал и первый ведущий член в этом разложении это r квадрат то есть принципе неважно какая как реально выглядит вот этот потенциал когда мы рассматриваем малый оттуда малое отклонение частицы относительно положения равновесия у нас всегда ведущим членом будет р квадрат давайте мы запишем потенциал в виде потенциала гармонического осциллятора то есть скажем что у от r это м омега 0 в квадрате на r в квадрате плюс попал делить пополам нулевое слагаемое я не учитываю потому что она не играет никакой роли в динамике системы ну то есть сила не зависит от того какую величину я сюда добавлю вот и соответственно я считаю что у меня заряженная частица в потенциале и пишу уравнение ньютона на частицу в потенциале я пишу что m r 2 . да давайте мы сразу оговорим что я считаю что у меня частицы не релятивистская то есть я то есть у меня в чем будет история у меня будет падающая волна она будет создавать некие ускорения так вот я считаю что интенсивность падающей электромагнитной волны мало и не позволяет частицы разогнаться до релятивистских скоростей соответственно пишу мр 2 . то есть они учитывали тут гамму еще гамму с точкой и это равняется соответственно минус до упады r это соответственно м 0 квадрате r так давайте мы сообразим как бы мне здесь все это написать векторной форме плюс сила создаваемая падающей электромагнитной волной то есть это е0 не менее это какой-то дополнительный потенциал который ее удерживает в конечной области то есть у нас частица сама по себе где-то локализована вот в этом гармоническом потенциале а теперь на нее еще дополнительно падает плоская волна и начинает ей придавать ускорение ну то есть вот смотрите опишу сила это сила от потенциала теперь сила еще от электромагнитной волны так вот я так напишу минус и омега т так и я считаю что у меня размер а размер характерный вот где локализована частица то есть много меньше чем длина волны то есть я пренебрегают здесь множителем кр это некое приближение если я его не сделаю мне придется соответственно учитывать изменение вот в этой силе с координатой что заметно усложнить мне историю но чтобы у меня было вот так у меня соответственно жесткость пружинки то есть м соответственно м на омега в квадрате должно быть достаточно большим то есть у меня жесткость пружинки это что такое то м м на омега в квадрате ну соответственно мне нужно чтобы сила которая создается при растяжении на а было много больше чем е на е 0 чтобы для того чтобы раз оттянуть частицу в потенциале на расстояние порядка лямбда мне был не нужна сила намного больше чем та что действует сейчас от электромагнитные волны вот мы так договариваемся и соответственно вот здесь вот опускаем множитель икр вот значит чего еще не хватает в этой чудной истории до единичный вектор поляризации вот смотрите вот здесь на рисунке то есть у меня она падает вдоль вектора n0 распространяется вектор но электрическое поле сориентировано вдоль вектора и 0 я пока не оговариваю куда он направлен то есть он перпендикулярен и 0 и мы рассмотрим два случая мы рассмотрим когда этот вектор фиксирован по направлению и рассмотрим случай когда он случайно в этой плоскости перпендикулярные 0 и для этих двух случаев посчитаем сечение рассеяния так ну что давайте мы продолжим эту историю значит я вот из этого уравнения сил действующих на частицу я его переписываю следующим образом я все переношу в одну сторону то есть я записываю вот так что это у меня м р две точки значит здесь пускай будет плюс м м омега 0 в квадрате r тоже вектор и ладно я набрал я вот здесь вот оставлю силу я только потенциал перенесу на право налево так и я еще хочу добавить вот такое слагаемое минус g на r с точки что это такое значит смотрите если вот этого слагаемого нет и в правой части 0 у меня уравнение собственное решение которого это синус и косинус ну или экспонент комплексная если я добавляю вот такое слагаемое у меня решение уже становятся затухающими то есть у меня это экспоненты комплексные с комплексными и крем собственными значениями то есть вот такая штука е и лямбда т плюс е минус лямбда т но лямбда уже комплексная вот это слагаемое мне добавляет задачу затухать но я отбрасываю то решение которое неограниченно возрастает как не физическое значит зачем мне это слагаемое нужно ну точнее какой она физ смысл несет у нас когда реальная частица находится в каком-то объеме ну понятное дело что она не что ну в природе нельзя просто взять и создать потенциальный барьер какую-то потенциал у атер на практике у нас на самом деле какой какой твердое тело которым у нас есть электрон за которым мы и наблюдаем его взаимодействие вот с этим твердым телом создает потенциал который его удерживает и который мы с аппроксимировали гармоническим потенциалом но электрон взаимодействия с атомами этого твердого тела теряет энергию то есть он там может возбуждать фаноны соударяясь с атомами плюс он дополнительно излучает то есть раз он ускоренно движется по действиям электромагнитной волны он излучает тоже приводит к потерям энергии и вот этот факт мы учитываем в виде вот этого слагаемого держа это некоторые потери значит это пока мы руками бросить ну давайте попробуем это уравнение решить значит при этом давайте мы его с перепишем с уравнение на r уравнению на d зачем нам это нужно нас интересует излучение которое создает вот этот вот заряд действием внешне электромагнитной волны излучение в первом порядке это 2 на d 2 точки квадрате на 30 ну плюс там магнито дипольная квадру поле электрической так далее излучение соответственно раз у нас внешняя волна дел дергает заряд придает ему ускорение него возникает вторая производная дипольного момента у нас дипольный момент по определению и nr 2 производная ну понятное дело gener две точки возникает вторая производная дипольного момента возникает излучение вот давайте мы соответственно вот это уравнение перепишем на уравнение на дипольный момент как мы это должны сделать во первых я поделю на м а во вторых умноженное то есть я вот на такой множитель все уравнение домножаем в результате у меня что получается у меня получается d2 . минус 2 гамма без точки сейчас я поясню что такое с гамма 0 квадрат d равняется и квадрат и 0 масса и 0 и минус его мега значит d2 гамма это же на м ну просто принято вводить вот такое обозначение для скорости релаксации и давайте вот этот дифур и теперь и решим значит здесь есть общее решение частное решение общее решение меня не интересует по какой причине ну потому что у меня здесь есть затухание и соответственно это затухающие во времени решения я говорю что я рассматриваю процессы которые уже происходят на временах много больших чем время затухания то есть у меня собственные колебания в системе все затухли и меня интересуют только те колебания которые возбуждаются падающей плоской электромагнитной волной то есть частное решение частное решение у нас какое у нас соответственно d для частного решения колеблется на той же частоте что и падающая электромагнитная волна ну и соответственно если я возьму вторую производную у меня здесь появится минус омега квадрат если возьму первую производную здесь появится плюс 2 и омега плюс сейчас 2 и гамма омега ну давайте мы соответственно дифференцируем получаем d я выношу омега квадрат с минусом плюс 2 и гамма омега плюс омега 0 квадрат равняется давайте и квадрат и 0 масса и 0 так вот такое вот у нас решение значит ну дальше мы d спокойно решаем только здесь д это соответственно и квадрат и 0 сейчас момент до масса давайте здесь и соответственно пишу омега 0 квадрат минус омега в квадрате плюс 2 и гамма омега так вот такой вот у меня получилось решение так ну и надо понимать что у меня дипольный момент соответственно то есть да у меня это будет дипольный момент с учетом насцелирующие экспоненты вот вот такой вот у меня получилось решение для дипольного момента теперь что я должен сделать знать дипольный момент чтобы посчитать сечение россии я должен посчитать для начала вектор пойкинга вектор пойкинга это у нас c на 8 пи значит е вектор на наш я где-то здесь при должно быть параллели пропустил и так как у меня д это так как я работаю в комплексных величинах я должен использовать определение через значит ну определение для комплексных величин здесь соответственно разница в том что здесь ты 3 и здесь вместо 4 пи стоит 8 вот для плоской электромагнитной волны это выражение могу написать вот так как c на 8 пи n модуль h квадрат ну собственно мне так гораздо удобнее значит давайте мы вспомним как выглядит магнитное поле колеблющегося дипольного момента мы 2 или 3 или 3 наверное лекции назад получали это соответственно выражение это было вот так я напоминаю что h равнялась d две точки вектор на на n c квадрат на r плюс d с точкой вектор на на n c на r квадрат вот это слагаемое нас не интересует потому что она бывает как ни цена r квадрата мы когда рассматриваем излучение интересуемся расстояниями r стремящимся бесконечности у нас только вот это слагаемое дает вклад в интенсивность излучения соответственно я должен вот это выражение для дипольного момента подставить вот сюда потом полученное выражение возвести в квадрат подставить вот сюда давайте мы эту процедуру сейчас дайте соображу как мне проще сделать мне смотрите мне вот этот векторный вектор пойкинга надо потом подставить в интенсивность дифференциальной интенсивности излучения то есть вот сюда n на s r квадрат дифференциальная 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 интенсивность излучения так вот связано с вектором пойкинга значит если я вот это выражение сюда подставку что я получу я получу у меня останется c r квадрат на 8p n на n у меня даст единицу здесь получится модуль h квадрат биомика и давайте я значит вот прямо сюда буду подставлять выражение для h с подставленным у него выражением для d поехали значит вот эту штуку я возвожу в квадрат у меня в знаменателе получается в c в четвертой вот этим c сокращается в знаменателе r квадрат вот этим r квадратов сокращается то есть у меня получается единица на 8 пи c в кубе модуль d вектор на на n в квадрате две точки надо он его вот ну а теперь подставляем вот это выражение для d вот сюда не забывая возвести в квадрат при этом надо учесть что у нас при возведении в квадрат как как у нас знаменатель возводится в квадрат это вот это действительная часть вот это мнимая но соответственно квадрат этой плюс квадрат вот этой соответственно что получается экспонента пропадает у нас получается е в четвертой и 0 квадрат м квадрат 8 пи c в кубе м квадрат вот так так вот тогда экспонента пропала здесь стоит векторное произведение е 0 на n в квадрате и вот такой вот множитель в знаменателе омега 0 квадрате минус омега в квадрате квадрате плюс 4 гамма квадрат омега квадрат для омега так я вроде нигде не наш не ошибся вот это вы мне очень здорово помогаете но мига в 4 даже да вы правы то что я с дифференцирую два раза по времени вот это выражение у меня вылезет дополнительный омега квадрат с минусом возведу это выражение еще раз квадрат получится омега в 4 да вот за этом спасибо вот соответственно вот такое вот выражение это еще не дифференциальное сечение растения это просто дифференциальная интенсивность излучения чтобы получить дифференциальное сечение растения нам надо это выражение поделить на вектор пойкинга падающей волны давайте мы это проделаем ну у нас падает плоская электромагнитная волна соответственно у нас вектор пойкинга падающей электромагнитной волны простите равняется c 8 и модуль 0 в квадрате но мне так проще ну точнее модуль е в квадрате вот так ну учитывая что у меня е это и вектор е0 на амплитуду е0 и на экспонент не вот так получается значит но теперь считаем дифференциальное сечение россии дает а я на с 0 собственно что у нас происходит когда я делю монта выражение для да и ты на цена 8 пи 0 квадрат вылетает е 0 квадрат из ответа собственно для этого мы эту нормировку и делаем 8 и пропадает и знаменателе появляется лишняя цепь ну лишняя цепь то есть у нас получается вот так не в 4 масса в квадрате c в 4 значит давайте так напишу модуль е 0 на н квадрате омега в 4 у мига кто из них в каком порядке омега 0 в квадрате минус у мига в квадрате вот такая вещь вот соответственно вот так вот мы получили и принято значит дифференциальное ну и полное сечение рассеяния переписывать из вводя такую величину как классический радиус электронов в чем физический смысл этой штуки значит ну то есть у меня вот здесь вот можно заметить что стоит классический радиус электронов квадрате какой физ смысл давайте вот это выражение перепишу вот так где квадрат на r классический равняется mc в квадрате что это за выражение такое вообще смысл у нас вообще говоря электричестве заряды друг на друга влияют если мы представим электрон как некоторых шарик нет с радиусом r и с постоянной плотностью вот такое представление для электронов то у нас вообще говоря разные части электрона будут друг на друга влиять будет возникать энергия энергия связанная с кулонов с ним взаимодействие между разными частями и эта энергия соответственно равняется и квадрат на радиус с одной стороны другой стороны мы знаем что энергия покоя электрона это его масса на c в квадрате в соответствии с теорией относительности и соответственно если я радиус электрона уменьшаю у меня в какой-то момент его энергия покоя становится равна его электромагнитной энергии его взаимодействия самого с собой если я продолжу уменьшать радиус электрона дальше у меня возникнет проблема связанная с тем что у меня как бы энергия само взаимодействие электрона превысит его энергию покоя здесь явно какая-то проблема потому что мы как бы считаем на самом деле что у нас частицы они точечные соответственно там бесконечной энергии как бы что у нас может происходить при r меньшим чем классический радиус электронов ответ на этот вопрос следующий что там происходит там перестает работать перестает работать обычная теория поля и нам нужно учитывать квантовые эффекты которые там возникают собственно что происходит когда у вас r меньше r классического у вас энергия взаимодействия больше чем энергия покоя и у вас за счет этой энергии могут рождаться уже новые частицы пары электронов и позитронов заряд сохранить то есть у вас уже там не одиночный электрон а возникает вот такие вот пар дополнительно некая шуба из пар электронов и позитрон и они соответственно начинают влиять на поведение как бы частиц на размерах меньших r кого радиуса классического ну и соответственно при r меньше радиуса классического у нас теория поля не работает нам нужно использовать квантовую теорию поля которую ну если кто-то из вас захочет изучить изучить на пятом курсе собственно кафедра теоретически читает то есть на пятом курсе у вас есть один курс на кафедре теоретической физики по выбору вы можете из нескольких разных направлений выбрать что вам интересно чем кого это заинтересует может изучить ну основы квантовой теории поля мы соответственно туда не лезем но оговариваем что вот есть такая вот чудная величина которая нам определяет границы применимости нашей теории вот соответственно мы используя выражение для радиуса классического электрона переписали сечение россии задом мы можем что заменить мы можем заодно заметить сразу что действительно дифференциальное сечение россии не имеет размерность площади то что вот это квадрат квадрат расстояние на площадь явно вот эта штука явно безразмерная здесь омега в четвертый здесь у меня в четвертый радиант ну телесный угол у нас безразмерная величина это тоже безразмерная величина соответственно размерность площади так и теперь давайте мы попробуем вычислить полное сечение россии для этой штуки что нам пока мешает что мы не знаем то есть нам нужно синтегрировать по телесному углу но у нас вот здесь вот стоит вот такая е0 вектор на на n и 0 это поляризация падающей волны то есть у нас волна падает вдоль направлении 0 вот здесь есть е0 а наблюдаем и под направлением n и у нас возможно несколько случаев для того как у нас сориентирована е0 первый случай давайте начнем со случая линейной поляризации значит но я сразу оговорюсь что е0 бинникулярная 0 но это всегда независимо от случая это просто свойство плоской электромагнитной волны а линейная поляризация означает что е0 у нас фиксирована она в какой-то плоскости вдоль как точнее вдоль какой-то оси зафиксирован если е0 фиксирована мы можем вести угол тетта между е0 и вектором n и тогда эту штуку е0 векторное произведение на n в квадрате мы можем написать как синус квадрат простите вот этого угла ну понятно е0 единичный вектор n единичный вектор векторное произведение дает суп ну модуль этих единичных векторов на синус тетта между ними квадрате синус квадрат это ну и соответственно у нас дифференциальное сечение рассеяние в этом случае имеет вид r классическое в квадрате значит у мига в четвертый у мига 0 в квадрате минус омега в квадрате квадрате плюс 4 гамма квадрат мега квадрат синус квадрат ну и чтобы посчитать полное сечение рассеяния нам надо синтегрировать это дело по углам то есть вычислить до мига ну вот это все дело от углов не зависит то есть там нас интегрировать только вот эту штуку давайте я для компактности только ее и синтегрирую то есть они будут можете таскать в интегралах значит меня интересует вот такой интеграл и не знаю мне место здесь хватит или знаете на другой да смотрите мы вот здесь вот единица на это единица на р квадрат у нас когда мы как считаем интенсивность излучения мы нашу систему зарядов окружаем какой-то сферой например или какой-то другой поверхностью на расстояниях много больше чем длина волны вот эта слагаемая убывает много быстрее чем вот это и соответственно она она при р снимающимся к бесконечности бесконечно мало по сравнению с этим мы выясняли что вот это слагаемое описывает величину которая при удалении р не изменяется то есть я и без виду h квадрат и умноженное р квадрат считая интенсивность излучения у меня вот эта величина но вклад вот это что не будет зависеть от расстояния то есть у меня не будет потери энергии при раз удаление а здесь возникает некая проблема что вот эта слагаемая умноженная на р квадрат все равно бывает как единицы на р квадрат то есть это соответствует потерям энергии ну явно что такого быть не может у нас не в вакууме энергия никуда деваться и ну мы и мы соответственно говори мы не проверяли этот факт но это правда что вот эта слагаемая в принципе не дает вклады вектор потинга ну соответственно так но я не делаю опять же перерыва я думаю нам не нужен во первых у нас последняя лекция если мы успеем раньше что мы просто раньше закончим а во вторых если нам не хватит времени будет двойнее обидно значит от нуля до пи 0 до 2 здесь стоит синус квадрат это д омега д омега это куда я сразу напишу это синус тэта вот это д омега я интегрирую по д омега у меня получается 2 пи у меня вот здесь минус д косинус тэта а вот эта штука ну понятно единица минус косинус квадрат то есть я всегда пишу минус интеграл от 0 до пи единица минус косинус квадрат тэта д косинус тэта но интегрируется тривиально получаем минус 2 пи косинус тэта минус косинус в кубе на 3 тэта значит здесь минус 1 на нижнем пределе 1 ну соответственно это минус 2 вот это плюс 2 3 значит приводим к общему знаменателю 64 минус 4 3 минус 2 пи 4 3 и 2 пи 8 пи на 3 соответственно полное сечение рассеяния у меня получается равным радиус классический в квадрате омега в четвертой омега 0 квадрате минус омега в квадрате плюс 4 грамма квадрат омега квадрат где-то 8 пи на 3 по хорошему не записать вот такое выражение это сечение рассеяния плоской электромагнитные волны с линейной поляризации на соответственно одиночном заряде в гармоническом потенциале так давайте мы еще один интересный случай рассмотрим ну линейная поляризация понятно у вас есть какой-то источник который излучает с постоянной поляризации мы не знаю например это какой-нибудь лазер которого там поляризация жестко фиксировано его резонатором или еще чем-нибудь какие еще могут быть варианты есть вариант так называемого естественного света что такое естественный свет это излучение от солнца или от лампочки например накаливание чем особенность излучение от солнца излучение от солнца электромагнитная волна которая идет от солнца она создается разными источниками на поверхности солнца и соответственно эти источники но на самом деле никак друг с другом не скорее не скоррелированы то есть одна точка на поверхности солнца может распустить электромагнитную волну с поляризацией вдоль оси x другая с поляризацией вдоль оси y и так как этих точек много у нас получается что поляризация плоской электромагнитной волны постоянно изменяется случайным образом абсолютно ну понятно что это все зависит от того как там на солнце процессы идут но для нас это совершенно случайный процесс мы никак не можем охарактеризовать то есть у нас в этом случае направлении и 0 не фиксировано а случайным образом изменяется плоскости перпендикулярная ну вот давайте попробуем в этом случае посчитать сечение рассея так значит система в общем то та же самая 0 и ну а значит и 0 перпендикулярно и 0 это никакие случайные процессы на солнце не изменят любом случае поляризация электромагнитной волны перпендикулярно направлению распространения но направлении 0 не фиксируем так значит вот такая вот у нас история но давайте посчитаем соответственно вот такую величину не 0 вектор на на n по модулю в квадрате но теперь смотрите раз у нас и 0 случайно изменяется во времени нам надо для того чтобы посчитать сечение рассеяния произвести усреднение по какому-то времени то есть про усреднять то у нас одна поляризация это другая она быстро меняется и нас интересует сечение рассеяния полученная на каком-то конечном интервале времени то есть мы усредняем по и 0 давайте эту величину попробуем посчитать значит расписываем ее типа компоненту и альфа бета гамма символ левич вита и 0 бета m NO N N G m гамма E LGB e 0 N N, году N GAMMA E ALI или очевидно свернем, у нас есть повторяющийся индекс, у нас получится что? Значит, бета-мю-гамма-ню-минус-бета-ню-гамма-ню-н-гамма-н-мю я могу вытащить. У меня n – это вектор, вдоль которого я наблюдаю, он у меня от времени не зависит. В соединении идет только вот этих векторов. E0-бета, E0-мю. Значит, здесь будет два слагаемых. Соответственно, давайте посчитаем. n – n, e0 – e0. Первая слагаемая – минус n – n. Я сейчас индексы распишу. Я просто заготовку сделаю. Значит, в первом случае у меня вот эти индексы, то есть у меня у E0 одинаковые индексы, бета-бета. Ну, а, соответственно, у n тоже одинаковые индексы, гамма-гамма. Во втором случае у меня вот здесь бета, вот здесь бета, вот здесь гамма, вот здесь гамма. Смотрим на первое слагаемое. Что это такое? Вот это единица, ну, квадрат единичного вектора, это понятно. Вот эта штука тоже самая. У меня здесь стоит скалярное произведение единичного вектора самого на себя. Как бы у него не менялось направление, но если я его возвожу в квадрат, это все равно будет единица. Вот здесь вот сложнее. Здесь мне надо вот как-то вычислить вот эту штуку. Так, давайте я соображу, что я могу стереть. Мы будем считать, что я смогу вот это выражение вспомнить. Да, будем считать, это хорошее приближение. Так, значит, нам надо посчитать вот такую вещь. Е0 бета, Е0 гамма. Значит, смотрите, давайте повспоминаем задание, которое вы, я надеюсь, решали. У вас в задании была следующая задача. Посчитать единичный вектор, посчитать вот такую величину, усредненную по единичной сфере. Ответ, я надеюсь, вы получили уже. 1 треть символ кроны-альфа-бет. Ну, то есть, должен получиться симметричный тензор по перестановке индекса. Ну, соответственно, вам, надеюсь, семинаристы это показали. В принципе, здесь постановка задачи очень похожа. У нас единичный вектор, который тоже усредняется. Но беда в том, что он усредняется не по сфере, а в плоскости перпендикулярной некоторому вектору. То есть, ситуация вот такая. То есть, у меня весь вектор n0. Да, вектор n0. И вот в этой плоскости, в плоскости перпендикулярной этому вектору, у меня происходит усреднение. Вот этого вектора e0. Если бы у меня был чисто двумерный случай, то есть, если бы я мог сказать, что, например, n0, у меня четко заданное направление вдоль оси z, я усредняюсь в плоскости, в двумерном пространстве, у меня ответ был бы очень похож на то, что происходит при усреднении по трехмерной сфере. Одна вторая только символ кроны-альфа-бет. Но это был бы двухмерный символ кроны-альфа. То есть, вот такое было бы выражение. Но двухмерный. То есть, альфа и бета пробегают значения только 1,2. Ну, согласитесь, если мы двумерие рассматриваем. Меня такая история не устраивает. Почему она меня не устраивает? Потому что у меня вот здесь стоят индексы, которые были выведены в результате трехмерного рассмотрения, и бета и гамма могут здесь пробегать любые значения, от 1 до 3. То есть, я не могу сказать, что это какая-то выделенная плоскость, в которой индексы могут принимать только два значения. Они могут принимать, в общем случае, 3. Соответственно, я не могу просто вот так вот воспользоваться результатами домашнего задания. Мне надо как-то учесть вот этого взаимосвязи. То, что у меня есть усреднение по плоскости, перпендикулярной некоторому вектору n0, и что индексы могут принимать два значения. Давайте подумаем, как это сделать. Давайте сообразим, от каких величин может зависеть вот это вот среднее. Во-первых, я хочу заметить, что это тензор второго ранга с индексами бета и гамма. Бета и гамма пробегают значения 1,3. От 1 до 3. Я могу предположить, что здесь может фигурировать символ крометера с неизвестным мне коэффициентом. Ну, первое, не Путин. Плюс. Я могу еще какой-то тензор прибавить. Вот вообще, от чего эти величины могут зависеть? Я знаю про них только одно, что они перпендикулярны вектору n0. И больше они ни от чего не зависят. То есть вектор n0 известен, эти перпендикулярны, все. Ни от каких больших величин не могу. Я беру и составляю тензор второго ранга из векторов n0. n0b, n0 гамма. Это тензор того же ранга. Это единственная величина, от которой может вот эта штука зависеть. Больше ни от чего просто. Ну, и я делаю его симметричным тоже. Мне остается только найти коэффициенты a и b. Давайте попробуем это сделать, чтобы найти эти коэффициенты. Давайте я для начала вот это выражение сверну символом крометера, бета-гамма. Я вот такую штуку считаю. Чему она равна? С одной стороны. С одной стороны она равна среднему e0b, e0b. Вот это единица. У квадрата единичного вектора. То есть это в целом единица. С одной стороны. С другой стороны это то же самое, что а символ крометера бета-гамма, символ крометера бета-гамма, плюс b, n0b, n0 гамма, символ крометера бета-гамма. Вот это что у нас? Тройка. Вот это n0b, n0b, это единица. То есть у нас получается следующее уравнение на коэффициенты а и b. 3a плюс b равно одному. Первый. Ну, этого недостаточно явно, то есть у нас два неизвестных, нужно бы еще второе уравнение найти. Давайте мы вот это вот уравнение, е0бета, е0гамма, среднее, умножим теперь вот на такой тензор. Ну, свернем с этим тензором. Что у нас будет? n0b, n0гамма, е0бета, е0гамма, среднее, а, бета-гамма, n0b, n0гамма, плюс b, а, n0b, n0гамма, n0b, n0гамма. Значит, вот это единица, вот это тоже единица, ну, квадрат единичных векторов. Вот здесь, ну, мы тоже понимаем, что это единица, ну, потому что тоже квадрат единичного вектора. То есть мы получаем, что это с одной стороны а плюс b. Теперь давайте попробуем сообразить, а чему равно вот такая штука? То есть а плюс b равняется на самом деле среднее от е0бета, n0бета, е0гамма, n0гамма. Вот что это такое? Это скалярное произведение вектора е0 на вектор n0. Штука, которая заведомо 0, потому что у меня поляризация перпендикулярна вектору n0. То есть вот это 0. То есть у меня получилось второе уравнение а плюс b равно 0. Ну, наверняка эта система имеет решение. 3а плюс b равно единице, а плюс b равно 0. Ну, несложно сообразить, что а равно минус b, ну, или что b равно минус а. Вот сюда я подставляю вместо b минус а. Получается 2а равно единице, а равно 1 и 2, b равно минус 1 и 2. и соответственно у меня получается в итоге вот так минус 1 вт. в принципе похоже на то, чтобы мы ожидали в двухмерном случае, то есть если бы вот это закрыть и потребовать, чтобы бета и гамма пробегали только значения 1,2. Ну, так как бета и гамма могут пробегать значения от 1 до 3, то вот такое выражение получается. И нам вот это выражение, надо что с ним сделать? Мы вообще вычисляли вот это векторное произведение в сведении в квадрате. Нам надо вместо е0 бета и е0 гамма подставить вот эту штуку и вот сюда еще единицу не забыть. То есть у нас должно получиться следующее. Значит, у нас должно получиться единица минус n гамма n бета e0 бета e0 гамма подставляем вот эту вещь. Единица минус 1,2 бета гамма n гамма n бета плюс 1,2 n гамма n бета n0 бета n0 гамма Это разные вектора. n0 это вектор, вдоль которого распространяется электромагнитная волна, а n это вектор, вдоль которого мы наблюдаем. Вот это единица у квадрата у квадрата единичного вектора. И мы в итоге получаем следующее выражение. Получаем двойка в знаменателе единица плюс n скалярно на n0 в квадрате. Вот эта штука, которую нам надо будет подставить в выражение для дифференциального сечения рассеяния, чтобы синтегрировать. Давайте мы как обведем углы в этот раз. То есть у нас е0 есть n0 n. Давайте мы теперь угол вот так будем отчитывать. Когда мы интегрировали в случае линейной поляризации, мы уголом тета называли угол между n и 0. То есть я ось z направлял вдоль е0. Сейчас я ось z вдоль n0 направлял. Мне проще так интегрировать в серийских координатах. Ну и давайте соответственно синтегрируем вот это выражение. Оно у нас будет какое? Оно у нас будет единица плюс косинус квадрат тета пополам. Так. Значит. Дифференциальное сечение рассеяния. Я пытаюсь вспомнить как это выглядело. r классическое в квадрате, омега в четвертой, омега 0 в квадрате минус омега в квадрате, квадрат плюс 4 гамма квадрат омега квадрат. Что там? Дальше там шло вот это выражение, то есть единица плюс косинус квадрат тета напополам д омега д омега. Ну, опять же, мне нужно синтегрировать вот эту штуку. Давайте синтегрируем. У меня интеграл вот такой. От нуля до пи, от нуля до двух пи, единица плюс косинус квадрат тета пополам синус тета до д тета до д фи. Интегрируем по д фи. Получаем 2 пи, двойка сократится. Вот это сразу превращаем в минус для косинус тета. Получается минус пи. Давайте я сразу синтегрирую, потому что ну что тут интегрировать? Косинус тета плюс косинус в кубе на 3. Минус пи косинус тета. плюс косинус в кубе тета на 3 в пределах от пи до нуля. Что у нас получается? Вот это минус 2, вот это минус 2 третих. Общий множитель какой? Тройка, 6, минус 8 на 3. То есть получается 8 пи на 3. что можно заметить сразу, если сравнить выражение для сечения рассеяния естественного цвета или из линейной поляризации? А то, что сечения одинаковые, полные сечения. То есть дифференциальные сечения рассеяния разные, а полные сечения рассеяния одинаковые. То есть давайте мы запишем, что у нас полное сечение рассеяния это вот такая вот вещь. 8 пи на 3, R классическая в квадрате, омега в четвертой, омега 0 в квадрате, минус омега в квадрате, в квадрате, плюс 4 гамма квадрата, омега квадрата. Вот такое вот сечение рассеяния. В принципе это можно понять следующим образом. У вас естественный свет это все равно в какой-то момент одна поляризация, потом другая и так далее. Но так как у вас от конкретного направления линейной поляризации сечение не зависит, то у вас с такой падает такое сечение, а потом с такой такое же сечение и так далее. Вы усреднили, получили то же самое значение. Ничего. Удивительного нет. Это еще и задача из вашего задания. Я не помню, по-моему, 24-е, хотя по-моему, 24-е, как раз. Найти сечение рассеяния для естественной поляризации падающего света. Давайте мы рассмотрим несколько предельных случаев, которые здесь есть по частоте. То есть это общее выражение. Но в зависимости от того, что у нас больше, частота падающего света или собственная частота колебаний заряженной частицы, у нас сечение рассеяния будут разными. Давайте первый случай. Очень большие частоты. То есть омега много больше, чем омега 0. Что тогда, если омега много больше омега 0? Тогда в этом слагаемом омега 0 можно закрыть. Гамма у нас всегда маленькая по сравнению с частотой. То есть это наше предположение. Соответственно у нас в знаменателе остается омега в четвертой, в числителе омега в четвертой сечение рассеяния оказывается равным 8П на 3 R классическое в квадрате. Если я правильно помню, это называется Томпсоновское рассеяние. Это первый предельный случай. Второй предельный случай. Омега много меньше омега 0. Тогда у нас в знаменателе выражение доминирует омега 0 в четвертой, все остальные слагаемые малы, и у нас получается сечение рассеяния 8П на 3 R классическое в квадрате на омега в четвертой делить на омега 0 в четвертой. Это релеевское рассеяние. Ну и резонансное рассеяние еще возможно омега равно омега 0. Тогда у нас слагаемое омега 0 в квадрате минус омега в квадрате исчезает. У нас получается сечение рассеяния вида 8П на 3 R классическое в квадрате значит омега в квадрате на 4 гамма квадрата резонансное рассеяние. давайте мы это нарисуем вот это сечение рассеяния это чистота вот это омега 0 значит у нас при омега 0 сечение рассеяния максимально у нас гамма всегда много меньше омега поэтому у нас здесь максимум при малых частотах у нас зависимость у нас при омега стремящемся к нулю сечение стремится к нулю и при малых омега зависимость пропорциональна омега в четвертой здесь резонанс и здесь выходит на константу я может не в масштабе нарисовала резонанс намного выше но не важно вот здесь это соответственно сечение 8П на 3 R классический в квадрате вот вот такая вот зависимость сечения рассеяния чистоты давайте мы с помощью этой зависимости объясним такое явление как цвет неба у нас собственно в чем вопрос мы знаем что если посмотреть на солнце как-то ну более-менее прямо то мы увидим что оно более-менее желтое давайте так в желтизну но при этом мы небо видим голубым вопрос как происходит это чудное преобразование частот то есть у нас от солнца идет излучение на одной частоте а видим мы ну солнечный свет проходит через атмосферу то есть как у нас небо свет приобретает вот земля вот наблюдатель это это атмосфера у нас солнечный свет как-то распространяется в атмосфере допустим что солнечный свет не попадает нам ровно в глаз если бы попадал ровно в глаз мы бы видели желтый цвет здесь здесь же у нас солнечный свет проходит через атмосферу происходит рассеяние солнечного света на молекулах атмосферы и возникает соответственно рассеянное излучение почему в этом случае получается синий цвет а не желтый давайте вспомним какая частота желтого цвета вот так вот я солнце скажу солнца ну примерно 500 нанометров я честно точно не помню дайте длину волны напишу то есть 500 нанометров длина волны солнечного света желтый или красный цвет неба длина волны от неба от синие это скорее 400 нанометров или даже ну 400 скорее синий цвет то есть у нас происходит уменьшение длины волны или увеличение частоты того излучения что у нас рассеивается как это происходит это очень просто за счет вот этой зависимости омега в четвертый у нас электромагнитные волны с большей частотой сильнее рассеиваются атомами ну и молекулами атмосферы у нас как раз в атмосфере реализуется вот этот случай что у нас частота солнечного света намного меньше на самом деле чем частота колебаний молекул атмосферы и в результате у нас за счет того что рассеяние идет на омега в четвертой у нас волны с меньшей длиной волны или с большей частотой рассеиваются сильнее сильнее и в результате преимущественно мы получаем сдвижку в более высокочастотную область и небо оказывается не желтым а синим если бы у нас был вот такой случай то есть у нас не было бы зависимости от частоты у нас небо было бы желтым так но с этим вроде все вопросы есть какие-нибудь у нас есть еще последняя тема короткая называется тормозное излучение нам надо не успеть давайте мы приступим значит тормозное излучение значит у нас что есть мы понимаем что когда у нас заряженная частица ускоренно движется она излучает раз она излучает она теряет энергию раз она теряет энергию то у ней должен изменяться импульс ну явно то есть можно сказать что с излучением электромагнитных волн связана некая сила действующая на частицу вот мы про это и поговорим сейчас то есть у нас есть интенсивность излучения 222 две точки в квадрате 30 в кубе и вот у меня частица как-то движется излучает это связано с изменением ее энергии две по дт как я могу посмотреть на вот этот процесс изменения энергии частицы я могу сказать что на частицу действует некоторая сила которая собственно мне приводит к изменению энергии этой частицы то есть мощность действия силы тогда это сила некоторая на скорость просто классическая формула соответственно я могу сказать что я хочу найти вот эту силу которая у меня возникает из-за излучения значит давайте действовать следующим образом во-первых мы рассматриваем одиночную частицу в некоторой области пространства здесь как-то у меня движется частица рассматриваем ограниченное движение и только для этого случая выводим силу значит если ограниченное движение мы соответственно записываем что у нас непольный момент две точки это r две точки и мы вот это равенство можем расписать следующим образом мы можем написать что это у нас 2 е квадрат давайте я соображу r две точки по модулю в квадрате 3c в кубе равняется минус f на в я здесь кстати поторопился я вот здесь вот знак усреднений я уже сразу подразумевал что я буду усреднять по движению частицы в этой замкнутой области заодно тогда я здесь на усреднение поставлю по-хорошему здесь должно быть я поторопился то есть усредняем по движению частицы в замкнутой области по какому-то интервалу времени значит я хочу как-то вот эти выражения у меня вот это зависит величина от времени и вот это как-то их свести к одному и тому же выражение у меня здесь стоит что r две точки r две точки а здесь стоит f на рс точке мне надо как-то их выразить одинаковым образом давайте мы рассмотрим такую функцию f равную r с точкой на р две точки вот это у нас финишная функция ну то есть она в любой момент времени для замкнутого движения принимает конечные значения то есть скорость всегда конечная ускорение всегда конечно все это замкнутая область что мне это дает я знаю что у меня средняя от производных по финишной функции это ноль я надеюсь что вам ваши семинаристы когда решали задание этот факт доказали как это можно сделать мы можем написать усреднение каким образом по времени предел под т большое стремящемся к бесконечности единица на т интеграл от 0 до т дф по дт я синтегрирую и у меня получится следующее что это предел т стремящийся к бесконечности единица на т ф от т минус от 0 у меня это функция в момент времени т в момент времени 0 принимает конечные значения а т большой стремится к бесконечности ну понятно что этот предел нулевой соответственно у меня такая производная 0 считаем соответственно вот от этой функции вот такую производную d по dt r с точкой r с двумя точками это равно с одной стороны нулю потому что функция аффинитна а с другой стороны равно среднее от r с двумя точками r с двумя точками плюс r с тремя точками r с точкой ну и несложно сообразить что вот эта штука равна минус вот этой штуке что мне это дает я тогда могу вот в этом выражении r две точки r две точки заменить на минус r три точки r с точкой то есть я записываю следующее что у меня 2 e квадрат 3 c в кубе r две точки r две точки становится 2 e квадрат 3 c в кубе знак минус r три точки r с точкой и это равно с другой стороны минус f на r с точкой ну тогда я сразу скажу что у меня f вот из этого равенства у меня здесь множитель одинаковый это 2 e квадрат на 3 c в кубе r три точки вот эта штука называется силой тормозного излучения то есть то как быстро теряет то есть вот такая сила действует на частицу движущуюся в замкнутой области и излучающие давайте мы чуть-чуть откатимся назад у нас времени нормально вспомним уравнение на частицу в гармоническом потенциале который которое мы писали в начале лекции у нас там было что mr две точки мы переносили вот и это у нас равнялось минус m 0 в квадрате r r ну плюс там e на e и раз у нас теперь мы поняли какая сила действует на частицу движущуюся в замкнутом объеме из-за того что она движется там с ускорением то вот эту силу мы еще сюда пристегиваем то есть плюс 2e квадрат 3 c в кубе r три точки ну я все это дело переношу и у меня получается уравнение очень похожее на то что мы решали до этого то есть r две точки минус 2e квадрат на 3 m c в кубе r три точки плюс m 0 в квадрате r ну равняется e на e что можно заметить что здесь вообще говоря стоит уникальная степень r ну точнее производные третья производная по времени наверное встречается впервые эта штука эта штука приводит к потерям энергии то есть за счет того что создается сила за счет излучения мы теряем энергию как мы можем это выражение привести к тому которое у нас было в начале лекции там у нас было было похожее уравнение но там вместо r3 стояла r с точки давайте мы предположим следующее что у нас вот это вот затухание это затухание которого здесь стоит оно мало то есть оно медленное по сравнению скажем с собственными колебаниями системы давайте мы еще про эту силу забудем пускай 0 будет для простоты то есть у нас вот если вот этой вот этого выражения нет у нас частица просто сама по себе колеблется в потенциале тогда r у нас пропорционально е и омега 0 ну тогда соответственно а у нас что получается у нас получается следующее что у нас у нас получается что у нас за счет раз у нас вот эта сила мала мы можем r3 точки приближенно расписать следующим образом мы можем написать что r3 точки это приближенно ну приближенно омега 0 в квадрате r с точкой r с точкой только вот так наверное все-таки если по-хорошему да и соответственно вот это уравнение мы можем написать следующим образом мы можем написать что это r2 точки плюс 2 квадрата омега 0 квадрат 3m c в кубе я забыл r с точкой плюс он уже 0 в квадрате r равням нулю равням нулю так и вот эта штука у нас определяет соответственно процесс затухания каково я забыл пардон вот здесь ее не должно быть я делил как раз извиняюсь вот вот эта штука вот этот кофеца давайте его два ну гамма обозначим 2 квадрат омега 0 3mc в кубе вот это естественная ширина линии излучения то есть у нас за счет того что есть излучение частицы теряет энергию у нас вот ну мы строили сечение рассеяния спектра да вот такую штуку вот у нас гамма определяет вот эту вот область то есть ширину резонанса ну то есть характерную ширину линий излучения моих колеблющихся моей заряженной частицы колеблющейся вот ну собственно это все что было у нас запланировано в курсе у нас как раз 3 минуты осталось есть ли вопросы господа да можно на вашем экзамене вы можете пользоваться насколько я помню любой литературой это пожелание ректората начать на физтехию ну скажем так ну разрешить студентам на экзаменах пользоваться любой литературой чтобы проверяли знания а не умение списывать скажем так ну понятно что все равно все будут пытаться что-то забомбить или еще что-нибудь такое сделать лучшие экзаменаторы с вами поговорят на предмет знания того что там написано они будут проверять как вы умеете списывать еще вопросы к ним будут давайте я тогда рекламу устрою самого себя значит я хочу всех желающих заниматься те кто хочет заниматься наукой и заниматься такой наукой как квантовая оптика пригласить в нашу группу которая называется группой квантовой наноплазмоники она собственно базируется на основании двух кафедр одна кафедра это кафедра проблем другая кафедра фати фати правда это только магистрская программа то есть для четверокурсника мы занимаемся всякими историями по квантовой оптике то есть это развитие ну исследование в общем квантовых эффектах во всяких оптических системах включая лазеры плюс квантовые всякие вычисления квантовая термодинамика в общем если кому интересно на ютюбе есть ролик под названием горизонты физики мета оптика и там моя фамилия там примерно 50 минутный рассказ где я рассказываю чем занимается наша группа в общем кому интересно может загуглить и посмотреть нам нужны сильные теоретики скажем так эксперимент ну мы с экспериментаторы мы работаем но мы не экспериментаторы мы чистой теоретики все так у меня есть и и и и и